Всем привет! Помимо удивительных историй и отчетов о встречах с неизвестным, на сайте SCP есть и немало странных и пугающих картинок и фотографий. Прошлое видео на эту тему вам очень понравилось, потому в этом видео будет рассказано еще о пяти фото с сайта SCP, которые пугают или удивляют увидевшего их. Будет и еще немного нового лора. Как и в прошлый раз, они будут расположены в порядке возрастания загадочности истории, связанной с фото. Пятое место и начнем с простого. Монстр из SCP-3199. Это хищное чудовище, которое способно откладывать огромное количество яиц и размножаться с огромной скоростью. На вид оно, конечно, страшное, но убить его несложно. У него нет какой-то супер брони или регенерации, оно берет числом, потому на победу можно рассчитывать только в том случае, если хватит патронов на целую толпу этих существ. Ведь откладывая десятки яиц в день, они способны заполонить собой огромные пространства за очень короткий промежуток времени. Изображение этого существа выглядит очень страшно и даже реалистично, но на самом деле тут все довольно просто. Картинка чудовища это арт-художника Райана Ван Донгена, которая называется Человек-курица. И нарисована настолько хорошо, что так и представляешь, как бы жутко было бы нарваться на стаю таких где-то в чистом поле. У этого автора есть и немало других крутых рисунков. В общем, перед нами нарисованный гибрид Человека и Курицы. Ничего необычного, идем дальше. Четвертое место у нас занимает SCP-066 игрушка Эрика, которая представляет собой бесформенную массу спутанных нитей. Которые способны к различным действиям, к самостоятельному перемещению и к изменению формы. Например, в самом документе SCP описано превращение в котенка. Также этот предмет может создавать различные звуки, отдельные ноты, музыку и даже звать своего хозяина Эрика по имени. Сам этот объект успел засветиться в нескольких играх по SCP и время от времени попадается в различных артах, потому достаточно известен. Но мало кто знает историю самого Эрика, которого зовет этот объект. И раз уж о нем зашла речь, а отдельное видео по Эрику я делать не буду, уж очень маленький у него лор, то расскажу о нем в этом видео. Эрик это загадочный сотрудник организации, возглавляемой доктором Развлечудовым, производящий различные предметы, такие как SCP-066, SCP-168 и несколько других. На данный момент фонду известны четыре предмета, сделанных этим человеком. Так как Эрик связан с Развлечудовым, то все его поделки направлены прежде всего на то, чтобы развлекать людей. Притом, в отличие от того, что делает сам Развлечудов, игрушки Эрика довольно безобидны. Когда-то Эрик был обычным человеком. Его знакомство с аномальным началось с посещения постановки повести о повешенном короле, которую фонд знает как SCP-701, после которой он чудом выжил. В психбольнице в снах его начал посещать Никто, которого фонд держит в камере SCP-600. Никто разглядел в Эрике аномальные таланты, развитие которых привело его в организацию Развлечудова, где он начал делать свои игрушки. В рассказе разумный риск с сайта SCP показывается, что Эрик в итоге проник в фонд SCP и успешно прикидывается его сотрудникам. Так что же по поводу фотоигрушки Эрика? Реальный прототип было не так сложно найти. На фото игрушка, сделанная на Хэллоуин 2007 года, некая Джейси, что живет в Канзасе, США. Это большое нагромождение пряжи с нанизанными сваленными глазами. Даже не знаю, делает ли автор игрушки на заказ, но если и делает с клиентами, у нее проблем наверняка нет. Или может фонд просто подкинул Джейси, лишенную аномальных свойств игрушку Эрика? Кто знает? На третье место я поставил фотографию SCP-049 Чумного Доктора из статьи про него. В новой версии статьи фотографию сделал сам Диджей Кактус, один из авторов документов SCP. Как он сам утверждает, произошло это на одном из фестивалей косплеев, где один из косплееров в костюме доктора согласился стать, так сказать, лицом статьи этого персонажа. Но что насчет картинки из старой версии статьи, зарывшись в интернете, я обнаружил, что появилась эта картинка за несколько месяцев до написания первой версии статьи про доктора на вот таком польском сайте. И похоже, тот, кто ее запостил, там просто вырезал ее из другой картинки большего размера. А вот и сама картинка большего размера. Остается только среди всех картинок с Чумным Доктором, загруженных до 2009 года, найти нужную. И это не удается. Что же, исходник этой картинки пропал из сети. Хорошая работа, фонд, хорошая работа. На втором месте сегодня у нас фото SCP-1122. Дома завтрашнего дня. В котором живет семья, которая никогда не покидает своего жилища. Пользуется фантастическими устройствами в своем быту. И считает, что люди уже строят лунные базы и посещают другие миры. Ну и вообще живут как в фантастических рассказах. Насчет семьи информация, конечно. А вот сами эти дома, это реально существовавшие дома Хандау, построенные в США в качестве эксперимента. Суть эксперимента состояла в том, чтобы построить максимально дешевые. И при этом современные дома. Стены и перекрытия были сделаны из полиуретана. А внутри они были набиты разной автоматикой и в целом сконструированы так, чтобы жильцу не надо было делать ничего по хозяйству. Дом бы все делал сам. Такой дом строился всего за несколько дней и имел жилую площадь от 400 до 600 метров. Дом был достаточно прочный и теплый и внутри был чем-то похож на пещеру. Помимо стандартных спален, кухонь и гостиных, в нем были оранжереи с растительностью и комнаты с бассейнами и фонтанами. Всем в доме управлял компьютер и жильцам не нужно было ни о чем заботиться. Готовка, еды, уборка, стирка и все прочие дела, все делалось исключительно машинами. Но вот беда, из-за того, что это дело происходило в конце 70-х годов, а тогда компьютеры были очень и очень дороги. Кроме того, тогдашние компьютеры были достаточно слабые по современным меркам и для управления дому требовалось аж три компьютера. Из-за этого, несмотря на низкую стоимость строительства дома самого по себе, стоимость проекта в целом выходила очень дорогой. Самый дешевый вариант такого дома стоил 100 тысяч долларов. И потому такие дома стали скорее достопримечательностями, в которые люди ходили просто как на аттракционы. И в этом качестве они разошлись по разным уголкам США. Но в конце 90-х удивительные технологии этих домов, которые восхищали посетителей в 80-е годы, устарели и перестали привлекать гостей. Так что последний такой дом снесли в 2005 году. Кстати, дом из телепузиков. По функционалу подозрительно похож на дом Хандау. Это довольно странно. Надеюсь, фонд уже занимается этим. И на первом месте, конечно же, старая картинка SCP-106 старика. Почему же она на первом месте, спросите вы? Да потому что о ней нет вообще никакой информации. Никто из всего огромного сообщества SCP не нашел совсем ничего по поводу ее происхождения. Потому ее было решено попросту заменить. Так что вместо истории об этой картинке мы узнаем, что для замены картинки на официальном саб-реддите SCP устроили целый конкурс. Так что давайте посмотрим, какие варианты были еще на этом конкурсе, кроме победившей картинки. Так как это был открытый конкурс, в котором могли принять участие все желающие, некоторые из предложенных вариантов были не слишком хорошо исполнены. Однако среди вариантов картинки на замену были и весьма интересны. Например, вот версия от крупного западного ютубера Песси Пиволгуна. Кстати, это именно тот самый человек, который озвучивает Чумного Доктора в новой версии статьи о нем. И как по мне, это одна из лучших представленных версий. Жаль, что автор забыл о жилетке, которая должна была быть на этом персонаже. Я думаю, если бы не этот недостаток, то победила бы именно эта версия. А вот другой вариант от пользователя Cinema Mind. Она не набрала достаточных голосов и уступила той картинке, что сейчас украшает статью о SCP-106. Хотя, на мой взгляд, эти удлиненные пальцы и лоскуты плоти могли бы неплохо добавить к хоррор-атмосфере. Хмм, да вроде и все. Больше ничего интересного не было представлено. Даже странно, что для иллюстрации такой популярной штуки, как SCP-106 Старик, на конкурс было представлено всего три работы. Сдается, мне фонда нужно больше ютуберов, которые бы рассказывали о его новостях. Может заняться таким. Это был топ-5 фотографий SCP с их загадочными историями. А какие фотографии с сайта SCP удивляют и пугают вас? Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok